Продолжение серии труды, опубликованные в Теософском журнале в 1885 году «Пять лет Теософии». Данный сборник был составлен одним из подвижников Елены Петровны Блаватской, Махини, Чаттерджи, и в которые были включены избранные статьи по Теософии, Философии и Истории науки, все из которых были изданы под редакцией Елены Петровны Блаватской. Статья известного индийского философа и оккультиста Талапраджаты Суббару, период воплощения которого на Земле 1856-1890 годы. Подготовленная продекламирована Небесной Нитью 15 июля 2024 года и затем опубликованной на соответствующем канале Небесная Нить. Ранее опубликованные аудио-видеотома, которые вошли в данный сборник, размещены в соответствующем плейлисте «Журнал «Пять лет Теософии», а также в различных тематических плейлистах, в том числе о принципах «Анатомия Духа», «Веданта и Брахманизм» и в общем плейлисте «Труды Суббару», все из которых расположены на нашем канале «Небесная Нить». Итак, статья Суббару «Брахманизм» о семичастном составе человека. Теперь уже очень трудно сказать, что собой представляла древнеарийская доктрина в подлинном своем виде. Вздумая исследователь отыскать ответ на этот вопрос с путем анализа и сопоставления всего разнообразия господствующих в Индии эзотерических систем, то он очень скоро заблудился бы в лабиринте вопросов. Вопросов темных и не имеющих для себя определенного ответа. Нам не удастся сопоставить, например, подлинное наше брахманическое эзотерическое учение с эзотерическим учением Тибета, до тех пор, пока мы со всей ясностью не установим, какие именно учения относятся к так называемой арийской доктрине. И не постигнем древнеарийской философии во всем ее полном объеме. И Санхья Капилы, и йога-философия Патанджали, и различные направления философии шактизма, и разнообразные Агаммы и Тантры – все это лишь только ее отдельные ответвления Но существует, однако, некая доктрина, которая служит всем им изначальным фундаментом. Нам хватило бы ее одной, чтобы разгадать секреты всех этих различных философских направлений и свести все их учения к единому знаменателю. Она существовала, вероятно, задолго до того, как были составлены первые тексты вед, и именно ее изучали наши древние риши, формулируя индусские священные писания. А восходит она, как считается, к некоему таинственному персонажу по имени Маха, что в переводе санскрита буквально означает «великий» сноска. Именно таким титулом обладает и нынешний глава эзотерического гималайского братства. Без некоторого знакомства с той доктриной нам едва ли удастся понять Упанишады, как и те разделы вед, которые не целиком посвящены описанию древнеарийских ритуалов. Но даже если взять и упоминаемые в ведах грандиозные ритуалы, то без дополнительных сведений нам никогда не разгадать их подлинного смысла. Вероятнее всего, веды в первую очередь предназначались для участвовавших в публичных ритуалах жрецов. Но в них также содержится и ряд глубочайших выводов, которым пришла наша подлинная тайная доктрина. Как мне рассказывали сведущие в этих вопросах люди, веды явно имеют двойной смысл. Один выражается через буквальный смысл слов, а другой обозначается с помощью метрики стихов и свары, и интонации. И считается, что эти последние и составляют как бы подлинную жизнь вед. Ученые-пандиты и филологи, разумеется, всячески отрицают, какой бы то ни было связь между сварой и философией, то есть древними эзотерическими учениями. Однако в числе наиболее глубоких секретов этой философии как раз и находится таинственная связь между сварой и светом. Итак, сегодня уже исключительно трудно установить, кто у кого заимствовал эту доктрину. Тибетцы ли у древнеиндийских риши или древние брахманы почерпнули свою оккультную науку у тибетских адептов? А может быть адепты обоих стран и вовсе изначально проповедовали одну и ту же доктрину, которую заимствовали из какого-то общего источника? «Поезжайте, Шравана-Балагулу, и спросите там у джайских пандитов, кто, мол, является автором вед и откуда ведет свое начало брахманическая эзотерическая доктрина? И, скорее всего, вы услышите в ответ, «Веды, дескать, это сочинение ракшасов или дайтеев». У них-то брахманы нахватались своих тайных знаний. Шравана-Белагула или Белгола, почитаемое и самое известное место поклонения джайнов в Южной Индии, штат Карнатака, создание которого пришлось на время правления Чандрагупты Маурьи. Сноска. Точно так же поступают и христианские падры, то есть падры во множественном числе. Так Елена Петровна Бловацкая называет христианских миссионеров в Индии. Смотрите ее написанные на русском языке книги «Из пещер и гебри Индостана». Вот только они ни за что не признаются, что образ своих, в кавычках, падших ангелов они списали с ракшасов, что их дьявол – это незаконный сын сингальской демоницы Девель. А описание в Апокалипсисе Небесной войны, лежащее в основании всего христианского догмата о падших ангелах, скопировано с индуистской историей о том, как Шива – низверг, сбунтовавшегося против богов Таракасуру в Антханкару – обитель тьмы, как об этом рассказывается в брахманических шастрах. Надо ли понимать их слова, джайнов, в том смысле, что веды и брахманические эзотерические учения и прям возникли в погибшей Атлантиде, континенте, когда-то занимавшем значительную часть пространства Южного, то есть Индийского и Тихого океанов. А упоминания в разоблаченной изиде о санскрите, как о языке жителей упомянутого континента, может навести кое-кого на мысль о том, что именно там-то и возникли веды. Откуда же еще мог бы взяться арийский эзотеризм, как не там? Сноска. Не обязательно. Далее в дополнении примечаний втором будет об этом более подробно указано. Окультисты в целом разделяют мнение, что начиная с глубокой древности на санскрите говорило население Явы и ближайших островов. Примечание второе, составленное Леной Петровной Блавакской в данной статье. Да, как мы и сказали, не обязательно. И веды, и брахманизм, и пришедший вместе с ними санскрит, все это было привнесено извне на ту территорию, которая сегодня известна под названием Индия. Они не выросли на этой почве. Было время, когда под общим названием Индия древние западные народы понимали целый ряд азиатских стран, сегодня носящих свои собственные имена. Даже в относительно недавние времена, в период похода в Александра Великого, существовала Индия Верхняя, Нижняя и Западная. А у некоторых античных классиков под названием Западная Индия упоминается Персия, Иран. Тогда считалось, что страны, называемые Тибетом, Монголией и Великой Тартарией, входили в состав Индии. Поэтому, когда мы говорим о том, что именно Индия цивилизовала весь мир, что именно она оказалась альма-матер цивилизаций, искусств и наук, рассвешивших затем у других народов, в том числе в Вавилонии и даже в Египте. Мы не должны забывать, что под Индией мы подразумеваем Индию эпохи Архаики, доисторическую Индию, Индию тех времен, когда Великая Пустыня Гоби была морем, а погибшая Атлантида входила в состав некоего континента, непрерывно тянущегося от Гималаев, проходившего по Южной Индии, Цейлону, Яве и уходившего затем в далекой Тасмании. И все-таки подлинная эзотерическая доктрина, как и мистическая философия ведийских иносказаний происходит совсем из другого источника. Откуда? Да откуда угодно. Возможно, что и от божественных обитателей, богов, того священного острова, что некогда существовал в море, водни, воднионы, покрывшим собой нынешние пространства песка, которые зовутся сегодня Пустыней Гоби. Но как бы то ни было, те знания об оккультных силах природы, которыми владели жители погибшей Атлантиды, были все-таки усвоены адептами Древней Индии, они-то и присовыкупили их к той эзотерической доктрине, с которой их познакомили обитатели священного острова. Сноска. Об этом месте в Тибете помнят до сих пор и называют его Шам-Бхала, «Счастливая земля». Далее приводится дополнение «Примечание третье», составленное Еленой Петровной Блаватской. Чтобы разобраться во всех этих спорных вопросах, нужно заглянуть в китайские священные и исторические хроники, внимательно их изучить. А китайцы – это народ, который начал отсчитывать собственную историю почти 4600 лет тому назад, с 2697 года до Рождества Христова. Не следует забывать и о том, что Китай превосхитил целый ряд важнейших изобретений современной Европы. И предметы особой гордости ее современной науки – и компас, и порох, и фарфор, и бумага, и книга печатания и прочее – все это было хорошо известно. И широко применялось в Китае за тысячи лет до того, как было заново открыто европейцами. Так что народ этот отличается особой точностью и хроники его вполне заслуживают доверия с нашей стороны. А литература Китая от Лао-цзы до Сюань-ццзана полна упоминаний об этом острове и ссылок на мудрость гималайских адептов. В корпусе буддийских писаний Китая составленном Самуэлем Биллом имеется раздел озаглавленный о буддийской школе Тянь-тай, которую следовало бы прочитать нашим оппонентам. И вот во время перевода уставов этой самой знаменитой священной школы и религиозного направления в Китае, учрежденного в 575 году нашей эры Чжи-Дже-Даши, известным также под именем Чжи-Премудрым, Билл дошел до фразы, которая звучит следующим образом, цитата, Что же касается некоего одеяния, бесшовного, носимого великими учителями со снежных гор, за главными буквами, из школы Хаймаватов. И после этих слов наш европейский переводчик поставил знак вопроса и вполне оправданно. В общих индийских хрониках, перечисляющих различные существования школы, нет никаких подробностей касающихся этой самой школы Хаймаватов, то есть нашего гималайского братства. А ниже Билл приводит перевод устава, относящегося, цитата, к великим учителям из высшего ордена, живущего в горных дебрях вдали от людей. Конец цитаты. Об ораньяках, то есть отшельниках. Так что если не касаться упоминаний строго исторических, а именно так к ним и относились в записях, сохранившихся в китайских и тибетских священных книгах, существовали еще и предания об этом острове, и легенда о нем по сей день жива у народа Тибета. Да, этого прекрасного острова больше нет, но страна-то, в которой он некогда благоденствовал, все еще существует. И местонахождение его прекрасно известно кое-кому. из великих учителей со снежных гор, хотя топография его изменилась до неузнаваемости в результате ужасного катаклизма. Рассказывают, что один раз в семь лет эти учителя собираются вместе в Шама-Абаха-Ле, в счастливой земле. Согласно распространенному верованию, находится она в северо-западной части Тибета. Одни помещают ее в неизведанных просторах глубинной части страны, недоступных даже для бесстрашных кочевников. Другие ограничивают ее горной грядой Ганггисы на юге и северной оконечностью пустыни Гоби на севере, а также более густонаселенными районами Кундуса и Кашмира. Британская Индия на западе и Китаем на востоке, предоставляя тем самым любопытствующему на выбор огромное пространство для определения ее местоположения. Третий помещает ее между горами Намур-Нур и Кунь-Луним, но все как один твердо верят в Шамп-Халу и говорят о ней как о плодородной почти что сказочной стране, бывшей когда-то островом, а теперь представляющей собой оазис неописуемой красоты, где проводят свои встречи теперешние наследники той эзотерической мудрости, которой владели богоподобные обитатели легендарного острова. В связи с древнейшей легендой об Азиатском море и материком Атлантиды было бы не бесполезно привести одно обстоятельство, хорошо известное всем современным геологам. Склоны Гималаев содержат в себе геологическое доказательство того, что их величественные вершины когда-то составляли ложе океана. Итак, вторая условная часть брахманизм о семичастном составе человека. Тибетские же адепты отказались принять эту добавку к своей эзотерической доктрине. Вот почему между обеими доктринами не может не существовать различие. И мы должны быть готовы это признать. В брахманистской оккультной доктрине по всей вероятности содержится все, что было известно относительно сил природы и ее законов либо на таинственном северном острове, либо на столь же таинственном южном материке. И если уж вы собираетесь сопоставлять арийскую и тибетскую доктрину, в части касающейся их учений об оккультных силах природы, то вначале должны проанализировать все существующие на сегодняшний день классификации этих сил, классификации управляющих ими законов и классификации форм проявления этих сил, равно как и подлинный смысл тех разнообразных терминов, под которые они фигурируют в арийской доктрине. Вот список лишь некоторых классификаций содержащихся брахманистской философской системе. Первая классификация оккультных сил, относящихся парабрахману и действующих в макрокосме. Вторая та же классификация, относящаяся к человеку и действующих в микрокосме. Третья та же классификация применительна в тарако-йоге или пранава-йоге. Четвертая та же классификация применительна санхья-йоге, которая не выступает как бы имманентными атрибутами прокрити. Пятая та же классификация применительна хатки-йоге. Шестая та же классификация применительна каула-агами. Седьмая классификация та же применительна шакта-агами. Восьмая та же классификация применительна шайва-агами. Девятая та же классификация применительна в Шритчакре. То, что говорится о Шритчакре в разоблаченной изиде, не представляет собой ту подлинную эзотерическую Шритчакру, о которой рассказывают древние адепты Арьяварты. И десятая классификация та же, описываемых в Адхарваведе и так далее. По мере углубления знаний о первосилах и их новых сочетаниях в самых разнообразных пропорциях уточнялись, и все эти классификации, которые стали делиться практически на бесконечное количество групп и подгрупп. Однако здесь я должен поставить точку и перейти к обсуждению статьи «Фрагменты оккультной истины», позднее более подробно изложенной в книге «Эзотерический буддизм». Примечания небесной нити. Два названные труда, подготовленные, продекламированы и опубликованы на нашем канале. Смотрите соответствующие плейлисты. «Фрагменты оккультной истины» или «Статья Елены Петровны Блаватской» или «Систематизация по алфавиту». В отношении труда Альфреда Синетта «Эзотерический буддизм» смотрите в соответствующем плейлисте «Эзотерический буддизм» или «Труды Альфреда Синетта». Все из которых расположены на нашем канале «Небесная нить». Я тщательно проанализировал статью и вижу, что выводы ее, выдержанные в духе буддистской доктрины, не слишком-то сильно отличаются от той позиции, которой по этим вопросам придерживается наша аристская философия. Сноска, выполненная редактором журнала «Теософист» Блаватской. Разумеется, но кто же позволит представить подлинно эзотерическую? И далее Суббаро продолжает. «Хотя наш способ аргументации может и несколько отличаться по форме, я сейчас буду рассматривать этот вопрос так, как вижу его лично я, хотя ради удобства сопоставления и обсуждения будут здесь следовать порядку, принятому в семеричной классификации образующих человека сущностей или принципов, которые пользуется и автор названных фрагментов. В статье на обсуждение поставлены два вопроса. Первое. Действительно ли то, что появляется в комнатах во время спиритических сеансов и в других местах, являются человеческими развоплощенными духами, как называют их спириуталисты? И второе. Действительно ли происходящее при этом явление производится целиком или частично посредством их? На эти два вопроса мы едва ли сможем дать удовлетворительный ответ, пока со всей точностью не определимся в том, какой конкретный смысл вкладывается в выражении «человеческие развоплощенные духи». Сами эти термины «спириутализм» и «дух» – «спирит» несут в себе чересчур неопределенный смысл. До тех пор, пока английские авторы вообще, и спириуталисты в частности, не объясняют со всей определенностью, какую коннотацию они придают слову «дух», путаницы в этом вопросе не будет конца. И подлинной природы этих так называемых «спириуталистических феноменов», как и их способы и формы проявления, нам так и не удастся окончательно установить. Религиозные и христианские авторы, как правило, говорят лишь о двух составляющих человека-сущностях – о теле и душе или духе. И, похоже, не видят никакой разницы между последними двумя. Философы же Европы обычно говорят о теле и уме, утверждая, что только ум и может быть душой или духом. Рассуждать же о линго-шарире, или о так называемом астральном теле, они считают делом крайне нефилософским. Разумеется, эти взгляды ошибочны. Они построены на ничем не подкрепленных предположениях о возможностях природы и на неполном понимании ее законов. А теперь я перейду к анализу с точки зрения брахманистской эзотерической доктрины духовной составляющей человека и тех разнообразных сущностей или принципов, что существует в нем. А затем мы посмотрим, способна ли хоть одна из этих образующих его сущностей появляться на Земле после его смерти. А если способна, то что это за сущность, являющаяся подобным образом? Профессор Тиндаль в своих великолепных статьях, посвященных по его собственной терминологии, теории зародышей, следующим образом описывает выводы, которым он пришел в результате целого ряда хорошо организованных экспериментов. Даже в самом малом объеме пространства, говорит он, существуют мириады зародышей протоплазмы, которые плавают в эфире. Если они получают доступ, скажем, к воде, в чистой воде и попадут в нее, то из них образуется та или иная форма жизни. Так что же это за факторы, позволяющие подобной жизни обрести бытие? Очевидно, они включают в себя, первое, воду, служащую удобным, так сказать, полем для развития жизни. Второе, зародыш протоплазмы, из которого должна возникнуть или развиться какая-то жизнь, какой-то живой организм. И, наконец, третье, сила, энергия, способность, тенденция, которая активизируется при соприкосновении или при соединении этого зародыша протоплазмы с водой, благодаря чему образуются или развиваются жизнь и ее природные свойства. Аналогично этому существуют и три первопричины, которые приводят и человека в состояние бытия. Ради удобства я обозначу их под следующими наименованиями. Первое, Пара-Брахман, универсальный дух. Второе, Шакти, вершина астрального света, объединяющая в себе все силы природы. Третье, Прокрити, которая в своей изначальной, самой первичной форме представлена Акашей. Любая вообще форма материи, по сути дела, может быть в конечном счете сведена к Акаше. Снос Кобловацкой, как редактора журнала. Как учит тибетская буддистская эзотерическая доктрина, Прокрити представляет собой космическую материю, из которой производятся любые видимые формы. Тогда как Акаша это та же самая космическая материя, но только пребывающая в состоянии большей субъективности. Она, так сказать, дух космической материи. Если Прокрити считать телом или субстанцией, то Акаша в Шакти это душа Прокрити, ее энергия. И далее Суббару продолжает. Обычно Прокрити или Акашу уподобляют кшетри, то есть называют основанием, что у нас соответствует воде, приведенном выше примере. Зародыш, Брахман, а сила или энергия, возникающая при их объединении или контакте, это Шакти. Далее Сноско-Блавацкой, как редактора теософического журнала. Говоря иными словами про Крити, Свабхават или Акаша, все это является заглавной буквы пространством. Как говорят в Тибете, это пространство заполнено некой субстанцией или тем, что не является субстанцией вообще. Субстанцией, столь неподдающейся восприятию, что различить ней субстанцию способен один только метафизик. Брахман в этом случае будет выступать зародышем, семенем, брошенным почву этого поля. А Шакти той таинственной энергией, силой, которая станет развивать его. И буддистскими архатами Тибета сила эта именуется Фо-Хат. То, что мы зовем формой, рупой, ничем не отличается от того, что мы называем пространством, шуньято, то есть пустотностью. Пространство ничем не отличается от формы. Форма – это то же самое, что пространство, а пространство есть то же самое, что форма. Точно так же дело обстоит с остальными стканхами Буттавидана или Санджня, Санскара или Виджняна. Каждая из них есть то же самое, что и ее антипод. Смотрите книгу Син-Дзин или Сутра Сердца. Перевод на китайский язык Маха-Праджня-Парамита-Хридая-Сутры. Глава, посвященная Авалокитишваре, проявленному Будде. Таким образом, арийская и тибетская архатская доктрины полностью сходятся по сути, отличаясь лишь терминологией и способом изложения. На этом сноска Блаватская завершена. Далее Суббару продолжает. Однако в Упанишадах все обстоит не так. Там к шитрой или основанием выступает Брахман. Зародышем или семенем Акаша, Пракрити. А Шакти это та сила, что образуется благодаря их соединению или контакту. Таков истинно научный и философский способ изложения вопроса. Далее, по словам адептов древней Арьеварты, из этих трех первосущностей возникает семь принципов. Как объясняет алгебра, число комбинаций образующихся из определенного количества n предметов 1, 2, 3 и так далее определяется по формуле 2 в степени n минус единица. Применив эту формулу к данному случаю, мы узнаем, что количество сущностей, образующихся из различных сочетаний этих трех первопричин, составляет 2 в степени 3 минус единица равно 8 минус единица и равно 7. Каждый раз, когда в древнеиндийской оккультной науке мы встречаем в какой угодно связи упоминания о семи сущностях, мы должны взять себе за общее правило предполагать, что 7 этих сущностей должны были возникнуть из трех первосущностей, а эти три сущности в свою очередь должны возникать из некой единой сущности. Все заглавными буквами МАНАДЫ. Возьмем всем известный пример. 7 цветовых лучей, из которых состоит единый солнечный луч, образуется из трех основных цветовых лучей, а эти три основные цвета существуют в солнечном луче параллельно четырьмя дополнительными цветами. Аналогичным образом и те три первосущности, благодаря которыми возникает человек как живое существо, присутствует в нем параллельно с четырьмя дополнительными сущностями, возникающими из различных сочетаний трех первосущностей. 7 этих сущностей, которые в своей совокупности образуют состав человека, приводятся ниже. Я перечислю их в том же порядке, в каком они приводятся в статье Елены Петровны Блаватской «Фрагменты оккультной истины», поскольку брахманическая и тибетская системы в этом полностью совпадают. Как представлены таблицы, в левой ее колонке перечислены 7 этих сущностей, которые в своей совокупности образуют состав человека, а в правой колонке соответствующие номинования, под которыми они приводятся в книге «Эзотерический буддизм». Первое Пракрити соответствующая стхула-шарира физическое тело. Второе Сущность возникающая из сочетания Пракрити с шакти и соответственно сукшма-шарира или линга-шарира астральное тело. Третье шакти что соответствует Камарупа Перисприт Четвертое Сущность возникающая из сочетания Брахмана Шакти и Пракрити и соответственно Джива Жизненная Душа Пятое Сущность возникающая из сочетания Брахмана и Пракрити что соответствует физический разум или Животная Душа Шестое Сущность возникающая из сочетания Брахмана и Шакти что соответствует Духовный разум или Душа И Седьмой принцип Брахман что соответствует Эманация Абсолюта и так далее Чистейший Дух И далее Перед тем как мы перейдем к анализу природы этих семи сущностей нам настоятельно необходимо сделать несколько разъяснений общего характера Первое Те дополнительные принципы что возникают из сочетания первопринципов по своей природе ничем не похожи на сами те сущности из сочетания которых они возникают Не следует думать будто они образуются чисто механически как если бы мы просто поставили их рядом друг с другом Природа у них иная Это даже не химическое соединение А следовательно никаких правомерных выводов относительно природы всех этих сочетаний мы сделать не можем опираясь на аналогичное природное разнообразие подобных сочетаний Второе Общее положение согласно которому при устранении причины исчезает и ее следствие справедливо не всегда Возьмем к примеру следующий случай Если мы передаем некое количество движений мячу то в результате этого начнет двигаться в каком-то направлении с какой-то скоростью Но вот скажем после завершения мгновенного импульса или удара по мячу передавшего ему известное количество движения вдруг исчезает причина этого движения По первому закону Ньютона мяч будет все равно продолжать двигаться дальше и дальше все с той же скоростью и том же направлении пока не возникнет какая-то дополнительная причина которая может изменить первоначально переданное мячу количество движения уменьшить его уравновесить или начать противодействовать ему Таким образом если даже мяч и остановится то это произойдет не из-за исчезновения причины движения а из-за проявления других причин которые и произведут указанный результат Опять же возьмем пример субъективных явлений Вот передо мной стоит чернильница Она производит во мне в моем уме мысленный образ своей формы величины цвета и так далее Чернильницу можно убрать со стола но ее мысленный образ все равно будет продолжать существовать Как мы видим и в этом случае следствие не исчезает вместе с породившей его причиной Более того это следствие мы можем возвращать к актуальному бытию в любое время Это совершенно не зависит от присутствия или отсутствия первопричины А теперь давайте обратимся к упомянутому выше пятому принципу той сущности которая возникает при соединении Брахмана с прокрити Если общее положение изложенное в фрагментах оккультной истины верно то этот принцип соответствующий физическому разуму должен тут же переставать существовать как только для данного индивида перестанет существовать Брахман седьмой принцип Однако этого разумеется не происходит Это общее положение во фрагментах приводится в поддержку утверждения о том что если для индивида перестанет существовать седьмой принцип то для него тут же прекратит свое существование также и шестой принцип Утверждение это несомненно справедливо однако сама форма в которой оно излагается а также приводимые в его доказательства основания представляются мне весьма спорными Нередко приходится слышать о том что в тех случаях когда ум человека проявляет исключительно материалистическую направленность и его отличает полное отсутствие каких бы то ни было духовных запросов и мыслей то седьмой принцип покидает его либо до либо в момент смерти а вместе с ним исчезает и шестой принцип но ведь уже само суждение об исключительной материалистичности ума у того или иного индивида подразумевает отсутствие у него духовного разума духовного эго а значит так и следовало прямо сказать когда у того или иного индивида перестает действовать или существовать духовный разум то для такого индивида перестает существовать и седьмой принцип во всех смыслах Нет, разумеется, он никуда не отлетает, от него прочь. Брахман никуда не девается, его положение ничуть не изменяется. Утверждение это нужно понимать лишь в том смысле, что если человек полностью перестает внутренне ощущать присутствие Брахмана, духа, не тянется к духовной жизни и утрачивает духовное сознание, то это означает, что седьмой принцип уже больше не влияет на судьбу подобного индивида и не управляет ею. Далее основская Елены Петровны Блаватской как редактора Теосовского журнала. Это верно с точки зрения арийского эзотеризма и упанишат, но несколько расходится с доктриной архатов, то есть тибетской эзотерической доктриной. Насколько мы знаем, это единственный момент, по которому эти два учения расходятся между собой. Различие между ними, правда, совсем ничтожное, и причина его состоит в том, что два этих учения по-разному трактуют один и тот же предмет, из-за того, что рассматривают его в двух разных аспектах. Далее приводится дополнение, примечание, четвертое Блаватской, данное ею по данному предмету. Далее примечание, четвертое Блаватской, вошедшее в статью Собаро. Мы уже ранее отмечали, что, по нашему мнению, вся разница между воззрениями буддистских и ведантистских философов состоит в том, что взгляды первых можно охарактеризовать как своего рода рационалистическую веданту, а взгляды вторых – как трансцендентальный буддизм. Если в арийском эзотеризме термин «дживатма» применяется по отношению к седьмому принципу – чистейшему духу, который не обладает никаким сознанием, то лишь потому, что веданта – постулирующая три вида бытия. Первое – парамартхика – истинное, единственное, реальное. Второе – вьявахарика – практическое. И третье – пратибхасика – мнимая, иллюзорная жизнь. Только первую жизнь – дживу – считается истинным бытием. Брахман, то есть с заглавными буквами «Я» Единого, как раз и выступает единственным ее – парамартхики, представителем во Вселенной, поскольку являет собой универсальную жизнь, тянутую во все ее совокупности, тогда как два других – это лишь феноменальные проявления первого. Они воображаемы и порождаются неведеньем. Это лишь чистейшие иллюзии, внушаемые нам нашими же слепыми органами чувств. Буддисты же со своей стороны отказывают как в субъективной, так и в объективной реальности даже этому единому заглавной буквы – самобытию, самосущему. Как заявляет Будда, нет ни заглавной буквы Творца, ни абсолютного бытия. Буддистский рационализм всегда остро ощущал, какой неразрешимой проблеме может привести признание единого абсолютного сознания. Как эту мысль выразил Флинт, цитата, «К там, где есть сознание, там возникает отношение, а там, где возникает отношение, там возникает дуализм». Единое бытие – все заглавными буквами, может быть либо мукта, абсолютным и ничем не обусловленным, а значит, не могущим иметь отношение к чему или к кому бы то ни было, либо Бадыха – ограниченным и чем-либо обусловленным, а значит, не имеющим права называться абсолютным. Ограниченность же, кроме всего прочего, неизбежно требует существования какого-то еще, столь же могущественного, как и первое, божества, на которого можно было бы списать все существующее в мире зло. Вот почему в своей тайной космогонической доктрине Архаты допускают лишь единый, абсолютный, неразрушимый, вечный и никем и ничем не созданный первоэлемент. Это слово мы используем только за отсутствием лучшего термина. пребывающий все заглавными буквами в бессознании, в буквальном переводе, абсолютно независище от чего бы то ни было еще в универсуме, нечто вечно существующее и вездесущее. Заглавные буквы присутствия, которое вечно было, есть и будет, независимо от того, существует ли какой-то единый бог, сон богов или ни того, ни другого нет вообще, существует ли вселенная или нет. Этот первый элемент существует на протяжении вечных циклов Маха-Юг и одинаково как в периоды Пралай, так и в периоды Манвандар. И первым элементом этим является заглавными буквами пространства, поли деятельности вечных заглавных букв сил и закона природы. Это то основание по точному определению господина Сукбару, на которыми происходит вечное взаимодействие Акаши с Пракрити, направляемое бессознательными регулярными пульсациями Шакти, дыхание или силы, обладающего сознанием Божества, как сказали бы теисты, или вечной энергии, вечного и бессознательно действующего заглавной буквы закона, как говорят буддисты. Таким образом, именно пространство или тот самый кшетра или поле Маха Шуньята или как его называют Лао Цзы заглавной буквы Пустота и составляет природу буддийского заглавной буквы Абсолюта. Смотрите Конфуций Хвала Бездни. Цитата. Как родник Глубок он и подвижен Точно Бездна Назови его Бездной Как он Глубок Назови его Небом Как он Обширен А значит термин Джива и не мог никогда прилагаться Архатами заглавной буквы седьмому принципу Поскольку как раз Благодаря своей корреляции или контакту с материей Пахат Буддийская активная энергия и способен порождать активную и обладающую сознанием жизнь Стало быть на вопрос Каким образом бессознательное могло произвести сознательное Должно отвечать другим вопросом А обладало ли самосознанием семя породившего какого-нибудь Бэкона или Ньютона Продолжение статьи Суббару Брахманизм о семичастном составе человека Настоящий четвертый аудиовидеотом подготовлен и продекламирован небесной нитью 18 июля 2024 года и затем опубликованы на соответствующем канале Небесная нить Ранее опубликованные аудиовидеотома размещены в различных тематических плейлистах в том числе о принципах анатомия духа веданта и брахманизм и в общих плейлистах 5 лет теософии и труды Суббару все из которых расположены на нашем канале Небесная нить И вот теперь я перейду к вышеперечисленным семи принципам и объясню что под ними понимается в арийской доктрине первый принцип прокрити она составляет основу стхула шариры и под именем последней представлена указанной классификацией второй принцип прокрити шакти это линга шарира астральное тело третий принцип шакти это этот принцип соответствует вашей камарупи древними оккультистами эта сила или способность помещалась в набхи чакре эта сила способна собирать акашу прокрити и придавать ей любую необходимую форму она теснейшим образом симпатически связана с пятым принципом который способен ее подчинять себе и заставлять ее действовать под своим влиянием и контролем четвертый принцип брахман шакти и прокрити опять-таки это соответствует вашему второму принципу дживи под этой силой понимается существующий в природе универсальный жизненный принцип местилищем его является анахата чакра эта сила и создает то что известно как джива то есть жизнь она как вы справедливо говорите неразрушима и во время смерти организма деятельность ее просто переносится на другой набор атомов и тогда образуется еще один какой-то организм далее сноска с примечанием Елены Петровны Блаватской как редактора журнала Теософист те наши европейские читатели которых может сбить с толку фонетическое сходство имен должны понимать что Брахман это не Брама то есть Ишвара личный бог В Упанишадах священных писаниях веданты нет ни одного упоминания о подобном боге и читатель напрасно пытался бы отыскать них хоть какой-то намек на существование обладающего сознанием божества Брахман или Парабрахман ведантийский абсолют не имеет ни пола ни сознания и никаким образом не связан с Брамой мужчиной из индусской триады Тримурти некоторые востоковеды вполне справедливо выводят имя Брахман из глагола Брих что значит расти увеличиваться и в этом смысле он понимается как действующая в природе универсальная сила расширения это тот духовный принцип та духовная сила которая рассеяна по всему универсуму и всему в нем передает жизнь а взятая в своей целокупности она и составляет единую абсолютность единую заглавной буквы жизнь и единую заглавной буквы реальность на этом пятое примечание завершено далее Суббару продолжает пятый принцип Брахман и Пракрити В нашей аристской системе это соответствует вашему пятому принципу называемому физическим разумом По словам наших философов именно в этой сущности и располагаются вместилище основания того что известно как ум Этот принцип труднее всех остальных поддается объяснению и от того как мы определим его будет зависеть и исход всей нашей дискуссии Итак что же такое ум Это то таинственное нечто которое как считается и служит вместилищем сознания ощущений эмоций волевых импульсов и мыслей Как показывает психологический анализ ум по своей очевидности представляет собой некую совокупность состояний мыслительной деятельности а также самих возможностей подобных состояний связанных между собой тем что мы называем памятью и что как считается может существовать отдельно от любого из конкретных состояний мыслительной деятельности и идей Но какой же именно сущности это таинственное нечто может существовать хоть потенциально хоть актуально должны же где-то иметь место своего пребывания наша память и те наши расчеты на будущее которые и образуют как бы подлинное основание для того что именуется индивидуальностью аханкарою современные европейские психологи как правило говорят что уместилищем для ума служит материальное вещество мозга именно в нем по их мнению и хранится весь прошлый субъективный опыт которому может обращаться память а вся совокупность этого опыта и образует то что именуется индивидуальностью кроме того этот прошлый опыт существует там в виде неких неразличимых таинственных впечатлений и изменений нервной системе и нервных центрах расположенных в полушариях головного мозга следовательно как они говорят с разрушением тела происходит разрушение ума ума отдельного индивида а значит никакое существование после смерти невозможно однако среди данных которые подтверждаются самими же этими философами имеются и факты вполне позволяющие нам разбить их теорию начисто дело в том что в каждой частице человеческого тела постоянно происходят какие-то изменения и изменения эти не прерываются ни на одно мгновение эти нескончаемые изменения претерпевает каждая ткань организма каждая мышечная ткань каждая нервная трубка каждый ганглионарный центр мозга в течение жизни у человека может несколько раз полностью обновиться вещество мозга с нос каблаватской то же самое об этом говорит и буддийская философия которая под этим обновлением понимает изменения скандых тем не менее на памяти человека о его прошлых ментальных состояниях это никак не сказывается к его его прежнему субъективному опыту может добавляться новый человек может совершенно забыть какие-то свои прошлые ментальные состояния но ни одно из его ментальных состояний само не претерпевает никаких изменений какие бы изменения не происходили беспрерывно у человека в веществе его мозга ощущение собственной личности у него остается всегда одними тем же оно благополучно сохраняется невзирая ни на какие изменения и более того способно сохраняться даже при полном разрушении материального вещества мозга как утверждают наши философы местом пребывания для этой индивидуальности которая рождается из совокупности ментального сознания индивида служит некая оккультная сила которая как бы ведет своеобразный журнал регистраций куда заносит все наши ментальные впечатления сама по себе эта сила неразрушима но под действием некоторых противодействующих ей факторов регистрируемые ею впечатления могут со временем стираться либо частично либо целиком в этом смысле я хотел бы отметить что наши философы связали вышеупомянутые семь принципов сущностей семью оккультными силами всем этих оккультных сил действуя в пределах микрокосма выступают аналогами или партнерами тех оккультных сил что действуют в масштабах макрокосма когда же сковывающие индивидуальность рамки исчезают и когда между семью силами микрокосма устанавливается связь семью силами макрокосма то ментально-духовное сознание индивида превращается в общее сознание брамана в самом том обстоятельстве что существует некая сила шакти способная выступать носителем впечатлений оставленных чувствами идеями мыслями и прочими субъективными переживаниями нет ничего необычного сегодня уже никого не удивляет тот факт что с помощью электрического или магнитного тока можно каким-то таинственным образом передавать впечатление звука и речи сохраняя при этом все индивидуальные особенности говорящего точно так же я могу послать вам и свои мысли передав их с помощью энергии или силы и так пятым принципом нашей философии выступает ум а точнее говоря та вышеописанная сила которая заключает в себе запечатленные ментальные состояния человека и представление его о собственной личности о ханкару возникающие под совокупным воздействием этих состояний в труде облаватской фрагменты оккультной истины этот принцип обозначен просто как физический разум не знаю что на самом деле подразумевается под этим выражением это можно понимать как разум находящийся на очень низком уровне развития и присутствующий у низших животных ум действительно может находиться на самых разных уровнях развития начиная с самых низших его форм присущих органической жизни где признаки его наличия и действия едва едва различимы и кончают человеком в котором он достигает наивысшей стадии развития собственно говоря весь процесс эволюции начиная с момента первого появления жизни вплоть до состояния нирваны турия авастха носит как бы непрерывный характер далее сноска бловацкая как редактора журнала теософист в арийской доктрине объединяющей брахмана шахти и прокрити в единое целое это четвертый принцип буддиском же эзотеризме это второй принцип сочетание с первым сноска завершена в своем развитии мы поднимаемся от этого принципа к седьмому постепенными шажками так что эти переходы практически незаметны но на всем пути эволюции различают четыре особенных этапа на которых отмечаются изменения такого рода что приковывают к себе особое внимание наблюдателя эти этапы можно описать следующим образом первый этап на котором жизнь четвертый принцип только только появляется второй этап на котором наряду с жизнью уже отчетливо ощущается присутствие ума третий этап на котором достигает своей вершины состояние абстрактного мышления и начинается уже состояние духовного сознания и четвертый этап на котором исчезает и духовное сознание и остается один лишь седьмой принцип пребывающий во всей своей чистейшей наготе и глубочайшем состоянии нирваны таким образом как утверждают наши философы под пятым принципом мы должны понимать ум находящийся в одном из всех возможных для него состояний развития начиная со второго и заканчивая третьим этапом шестой принцип брахман и шакти этот принцип соответствует тому что вы определяете как духовный разум по сути дела это будхи этот термин будхи я употребляю сейчас не в обычном его смысле а в том каком он понимается нашими древними философами иными словами он служит местилищем для того что именуется бодха и атма бодха человек в полном объеме обладающий атма бодха становится буддой буддисты очень хорошо знают какой смысл вкладывается в этот термин и далее во фрагментах этот принцип характеризуется как сущность возникающая из соединения брахмана и прокрити я опять таки не знаю в каком конкретном смысле слово прокрити применяется в этой связи согласно нашим философам эта сущность возникает из соединения брахмана и шакти выше я уже разъяснил какой смысл укладывают наши философы термины прокрити и шакти как я отметил в своем первичном состоянии прокрити представляет собой акашу сноска плавацкой как редактора теософиста согласно учению буддистов в акаше заключена та вечная потенциальная энергия функция которой состоит в том чтобы развернуть из себя все видимое сущее далее если рассматривать акашу как силу шакти то мои слова о ней как о первичном состоянии прокрити могут вызвать недоумение и непонимание а значит я должен объяснить в чем состоит разница между акашей и шакти далее сноска блавацкой как редактора теософиста как мы уже указали она таковой никогда не считалась но поскольку фрагменты написаны по-английски то есть на языке который в отличие от санскрита не имеет того обилия метафизических терминов с помощью которых можно было бы отразить малейшие изменения в форме субстанции и состоянии то было решено без особой нужды не смущать западного читателя неискушенного в восточных способах выражения мысли описанием слишком уж тонких различий в значении технических терминов если мы говорим что в своем первичном состоянии прокрити представляет собой акашу а шакти является атрибутом акаши то очевидно для непосвященного человека все это будет звучать как одно и то же в самом деле если мы будем подчеркивать что это именно союз брахмана и шакти а не брахмана и прокрити то станет ли от этого понятнее мысль это все равно как если бы какой-нибудь теист написал что человек возник в результате соединения духа и материи хотя эти его слова если выразить в ортодоксальном религиозном смысле должны были бы звучать следующим образом человек как живая душа был сотворен властью дыханием божием над материей сноска завершена и далее сукбароу продолжает строго говоря акаша не венчает собой астральный свет и сама по себе не образует ни одной из шести первосил но не вдавая в частности скажем так каждый раз когда производится тот или иной феномен то вместе с акашей действуют и шакти более того акаша служит основанием или адхиштханой для передачи силовых токов и формирования продуцирования силовых корреляций в мантра шастри буква х символически обозначает акашу и этот слог можно встретить в составе большинства священных формул которые должны произноситься во время производства феноменов взятая же сама по себе акаша не является никакой шакти если угодно вы можете назвать шакти атрибутом акаши матрика шакти санскрит буквально сила букв или речи или музыки все содержание древней мантра шастры заключает в себе эту силу представленную в ней во всех своих проявлениях сила заглавной буквы слова о котором говорит Иисус Христос тоже является проявлением этой шакти а венцом этой шакти становится сила таинственного невыразимого заглавной буквы имени Думаю что на самом деле нет никакой особой разницы между тем как на природу этого принципа смотрят буддистские и брахманистские философы и буддистские и брахманистские посвященные очень хорошо знают о состоящем из двух полусфер таинственном круглом зеркале в котором как бы отражаются лучи исходящие и из неопалимой купины и спылающей звезды духовного солнца что сияет Чид Акаше примечание о Чид Акаше как о поле сознания более подробно смотрите в статье Су-Бару Бог Личный и Бог Безличный в том числе подготовленный продекламированный и опубликованный на нашем канале Небесная Нить с размещением в соответствующем плейлисте Труды Су-Бару Те духовные впечатления что образует этот принцип хранятся в некой оккультной силе связанной с рассматриваемой нами сущностью весь ряд последовательных воплощений Будды означает по сути дела ряд последовательных передач этой таинственной силы а вернее заключенных в ней впечатлений Такая передача возможна только в том случае когда осуществляющий передачу Махатма целиком отождествляет себя седьмым принципом то есть уничтожает испепеляет собственную личность Аханкару Чит Агни Кунди И только когда ему удается привести собственные мысли в созвучие с вечными законами природы он становится сподвижником природы то есть иными словами когда он достигает состояния нирваны состояние окончательного отречения отречения от индивидуального обособленного существования и седьмой принцип Атма Эманация Абсолюта соответствующая седьмому принципу что касается этой сущности то здесь нет решительно никакого различия между взглядами тибетских адептов буддистов и нашими древними Риши А вот теперь давайте посмотрим которая же из всех этих сущностей после смерти индивида может появиться во время спиритических сеансов и производить так называемые спиритуалистические феномены из утверждений спириталистов о том что в комнатах для спиритических сеансов якобы появляются в кавычках развоплощенные духи конкретных людей с неизбежностью следует что появляющиеся таким образом сущности должны нести на себе печать какой-то конкретной личности поэтому прежде всего мы должны установить какая именно сущность или сущности может служить местилищем для личности очевидно что она должна заключаться в теле человека причем тело это должно обладать вполне конкретными внешними особенностями а также в его субъективно пережитом опыте совокупно образующим его ум после того как человек умирает тело его претерпевает разрушение а с разрушением и его линго-шариры происходит высвобождение связанной с ней силы которая вливается в поток соответствующей силы макрокосма аналогичным образом происходит и растворение третьего и четвертого принципов соответствующих им силах макрокосма эти сущности принципы могут затем повторно образовывать новые и новые организмы поскольку же сущности эти не несут на себе никакого отпечатка личности то спириуталисты не имеют права и говорить о появлении именно человеческого развоплощенного духа когда какая-либо из этих сущностей появляется в комнате во время спиритического сеанса у них просто нет никаких средств для точного установления что именно эта сущность когда-то принадлежала именно этому конкретному индивиду таким образом нам остается лишь решить а не может ли какая-нибудь из трех последних сущностей то есть Джива Линго Шарира и Камарупа являться спириуталистам для того чтобы либо развлечь их либо преподать им какой-то урок возьмем для примера трех разных человек и посмотрим что происходит с упомянутыми выше тремя принципами после смерти индивида у первого человека скажем духовные пристрастия всегда берут верх над земными у второго человека также имеются какие-то духовные устремления но они у него никогда не стоят на первом месте и круг его интересов по большей части составляют чисто земные пристрастия у третьего человека никаких духовных устремлений нет вообще и он не ощущает в себе никакого присутствия духовного эго оно как бы умерло для него говорить о совершенном адепте мы в данном случае не будем у первых двух человек согласно нашим условиям присутствует одновременно и духовный и ментальный опыт если в человеке присутствует духовное сознание то значит седьмой принцип человека осознается и в этом случае седьмой принцип продолжает сохранять сообщение и с пятым и с шестым принципами однако все еще сохраняющиеся присутствие земных страстей говорит о необходимости пунарджанмы перевоплощения что означает формирование нового набора объективного и субъективного опыта предполагающего новое сочетание внешних обстоятельств жизни одним словом новый мир весь период между смертью и новым последующим рождением занят подготовкой необходимой как раз для формирования этого нового опыта в течение всего этого периода инкубации созревания как вы называете его дух сам по себе никогда не появляется в нашем мире да он и не может этого сделать дело в том что во вселенной действует великий закон по которому субъективные переживания редуцируются преобразуется в объективные явления а из последних формируются первые иначе он называется необходимостью циклов на человека этот закон действует до тех пор пока он ничем не мешает и не противодействует обычному ходу предопределенной ему судьбы и вырваться из-под власти над собой он может лишь одним способом целиком подавить себе любые земные пристрастия новое сочетание условий в которых он готовится быть помещенным может оказаться лучше или хуже тех земных условий в которых он жил но двигаясь вперед к новому миру он будьте уверены никогда не обернется чтобы взглянуть на своих приятелей спириуталистов третий же наш человек как мы выше условились не ощущает в себе никакого духовного сознания никакого духа а поэтому для него лично а не напрочь отсутствует это похоже на то как тот или иной орган или та или иная способность из-за долгого неиспользования практически отмирает в тех случаях когда эти сущности пятой шестой и седьмой принципы отмечены печатью признания человеком они как бы становятся его собственностью и как бы остаются в его владении в противном же случае индивидуальность человека целиком сосредотачивается на одном лишь его пятом принципе и все что после смерти остается от такого индивида это его пятый принцип сам по себе он не может сформировать для себя никакого нового набора объективного опыта или что то же самое не способен по нарджанме вот такая то сущность и может появляться во время спиритических сеансов но называть ее развоплощенным духом просто нелепо далее сноска Елены Петровны Блаватской как редактора журнала Теософист в этом конкретном вопросе арийская доктрина и доктрина архатов проявляют особенное единодушие излагаемые далее учения и аргументация во всех отношениях совпадают с позицией буддистского гималайского братства сноска завершена это всего лишь сила сохранившая в себе впечатление от мыслей и идей того индивида в состав которого первоначально входило порой она может призывать себе на помощь силу комарупы и создавать для себя какую-то конкретную эфирообразную форму не обязательно человеческую направленность ее действий будет аналогично тем же наклонностям которые присутствовали в уме индивида при его жизни эта сущность продолжает существовать все то время пока сохраняются ее впечатления оставшиеся связанные с пятым принципом силе с течением с течением времени они стираются и тогда сила эта вливается в поток соответствующей ей силы макрокосма где и теряется подобно впадающей в море реке подобные сущности могут проявлять признаки свидетельствующие о значительных интеллектуальных способностей того индивида которому раньше принадлежали поскольку даже самые высокие интеллектуальные способности могут вполне уживаться с полнейшим отсутствием духовного сознания из этого однако вовсе не следует будто либо духи либо духовные эго покойных могут и в самом деле появляться в комнатах для спиритических сеансов в Индии есть люди которые занимаются подробными исследованиями природы подобных сущностей известных как пишачи я лично мало что знаю о них поскольку в вопросе этом не имею никакого опыта я всегда старался держаться подальше от этой малоприятной малополезной и опасной области исследований спириуталисты право не ведают что творят рано или поздно эти изыскания приведут их скорее всего к самому черному колдовству то есть полнейшей духовной гибели тысяч мужчин и женщин сноска редактора теософического журнала Блаватской мы целиком разделяем это мнение как писали наши древние мыслители изложенные здесь учения в той же мере определяют ход жизни человека какой солнце определяет орбитальное движение вокруг него той или иной планеты притяжение к духу они называли центростремительной силой а притяжение к земле центробежной если центростремительная сила берет верх над центробежной то планета становится ближе к солнцу то есть индивид поднимается на более высокий план бытия если же наоборот верх берет центробежная сила то планета удаляется от солнца и так и движется там по своей орбите вдали от солнца то есть индивид спускается на более низкий уровень бытия это видно на примере первых двух человек о которых мы говорили выше теперь нам осталось лишь рассмотреть два самых крайних случая если приближаясь к солнцу планета пересекает черту которой центростремительная и центробежная силы полностью уравновешивают друг друга и на нее уже начинает действовать одна только центростремительная сила то планета эта со всей возрастающей скоростью устремляется к солнцу пока наконец целиком не сливается с массой солнечного тела так происходит с совершенным адептом если же наоборот удаляясь от солнца планета достигает точки в которой действует одна только центробежная сила то она по касательной срывается со своей орбиты и улетает глубиной пространственной пустоты а оказавшись вне зоны влияния солнца она мало помалу отдает всю свою жизнетворную теплоту и созидательную энергию которая изначально черпала и солнце и остается лишь блуждающим по пространству холодным сгустком материальных частиц которые в конце концов распадаются на отдельные атомы под этой холодной массой следует понимать оказавшийся в подобных условиях пятый принцип а покинувшие его теплота свет и энергия это шестой и седьмой принципы однако ни в случае обретения новой орбиты ни в ходе отклонения от прежней орбиты к новой планета никогда уже более не возвращается ни к одной точке своей старой орбиты поскольку все эти орбиты лежат на разных планах и никогда не пересекаются между собой эти образные примеры точно отражают суть древней брахманистской теории по этому вопросу это лишь один частный случай того что древние мистики называли все за главными буквами великим законом вселенной далее дополнение выполненное Еленой Петровной Блаватской примечание первое в этой связи следует обратить особое внимание читателя на то обстоятельство что страна которую китайцы называют Сицзан а западные географы Тибетам упоминаются уже в старинных книгах сохранившейся провинции Фудзян центральной части территории на которой проживает исконное население Китая где именуется важнейшим очагом оккультного знания восходящим к эпохам архаической древности как говорится в этих книгах населяют эту страну за главными буквами учителя света сыны мудрости и братья солнца считается что император Юй Великий 2207 год до Рождества Христова благочестивый мистик был во многом обязан именно Сицзану откуда он и почерпнул свою оккультную мудрость и перенял теократическую систему поскольку первым Китае объединил духовную власть с властью мирских государей это была та же система что существовала у древних египтян и халдеев она существовала брахманический период в Индии а сегодня еще существует в Тибете система при которой вся ученость вся власть вся мудрость как мирская так и тайная сосредоточены в руках иерархии жрецов и являются достоянием одной только этой касты что же собой представляют исконные обитатели Тибета сегодня на этот вопрос вам не даст точного ответа ни один этнограф они остаются последователями религии Бон которая существовала задолго до прихода туда буддизма и встретить их можно в основном провинции Кам вот и все что известно о них но и этого довольно для предположения о том что представляют они собой просто-напросто выродившихся потомков некогда могучих и премудрых праотцов они не являются чистыми туранцами на что указывает их этнический тип а ритуалы их замешанные на колдовстве заклинаниях и культе сил природы напоминает по некоторым оценкам скорее обычные обряды вавилонян судя по надписям на найденных во время раскопок цилиндрах чем религиозные практики китайских даосов вера которых покоилась на чистом разуме и духовности как правило даже кьеланские христиане миссионеры тесно общающиеся с этими людьми на границе с британским лохулом и казалось бы знакомые с ними ближе других мало отличают а то и не отличают вовсе приверженцев религии бон от других соперничающих между собой направлений буддизма желтошапочников и красношапочников последние с самого начала выступали против реформы которую проводил Цонгкапа и всегда тяготели к старому буддизму сегодня тесно связанному с практиками последователей бон будь наши востоковеды ближе знакомы с ними и сопостав они только древний вавилонский культ Белла или Ваала с ритуалами приверженцев бон они увидели бы между ними неопровержимую связь наша задача не входит начинать здесь спор относительно происхождения исконного населения Тибета и связывать его с какой-либо из трех последовавших одна за другой великих рас Вавилона либо с акадцами термин Ленормана либо с первобытными туранцами халдеями или ассирийцами как бы то ни было есть веские основания называть существующую за гималайским хребтом эзотерическую доктрину халдейско-тибетской а если мы вспомним что согласно всем преданиям веды пришли из находящейся в Тибете области озера Мансаравара а сами брахманы с крайнего севера то мы с полным правом можем утверждать что эзотерическая доктрина у любого когда-либо имевшего или по сей день имеющего ее народа восходит к одному и тому же источнику а поэтому мы и праве назвать ее арийско-халдейско-тибетской доктриной или всемирной за главными буквами мудростью религией ищите потерянное слово среди иерафантов Тартарии Китая и Тибета так советовал провидец Сведенборг так декламирование настоящего аудио-видеотома и в целом статьи брахманизм о семеричном составе человека на этом завершено аудио-видео